Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить и отпраздновать презентацию моей книги. Продолжение немножко про себя. Я закончила сначала 150 детей в школу, это, наверное, с тремя грамотами. В школу не хотят выпускать ребенка с музыкальной, практически закончила ее. Не хотят, это было само такое давление. Но я и тогда еще понимала, что главный, если осмелевшиеся стихи, проза, для меня все-таки стала литературность. Света человека на конкурс олимпийского и русские рассказы, написан на основе снов. Некоторые из которых сбываются. Словь, это из-за того, что мне было 7 лет и мне приснилось именно то, как, тогда я, к сожалению, получила травму, то, как это все, скажем, так заживет и так далее. То есть, этот он повторился три раза и постоянно с глазом и так далее. Единственное, мне было 16 лет, единственное, девчонка, которая, в принципе, не посвящала театральных, там, не знаю, училищ или еще кто-то. Вот я блатница такая. Я тогда еще не понимала, что они отобрали, вот такой вот, если там, больше как-то театральный, или там училищ или еще, что-то, вот просто, и как бы давала бабушке продукты, и все. И я вот эти 400 рублей платила. То есть, мам, в том случае, я из тех детей, которые не просят, которые понимают. Я себе растила сестру, ну, год младше, все помогал, все смысл. Как-то не были все нагрузки. Я не могла как-то маму вот это все. Просто там у меня низкое давление. Это обусловлено, я раньше не знала. Мне все это вредило. Я многого не помню, но это все откладывалось. Сниматься там, вот, ну, я не сказала, ну, просите эти деньги. Но потом жизнь, она всегда очень красивая. И затем ей предложили сниматься, и я действительно долгое время работала, в Народном драматическом театре Пушкина. Взял прекрасную труппу, когда один там хирург, он после там 10-20 операций, представляете, может прийти, играть какой-то юмор и смех, у него там, ну, как-то, если человек умеет, ну, это безвыходная ситуация, все, а он может это играть. Или там, она играет невинную деву, там, вот, моя подруга там, невеста. А ведь она сама, мастер, и далее, просто так и уходит. Ой, а вы мужы ищите? А я говорю, откуда вы знаете, какие-то такие странные вопросы. Он вернулся только два часа на следующий день, две-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три. Я счету какую-то трагическую энергетику. Ну, наверное, подумал, что я, наверное, слегка там это после этой самой. Но тем не менее, я полезла. Представляете, когда мне рассказывают о этих шуртиках, без всякой страковки, там, значит, я не знаю, там, девять лет, или что-то, я полезла снова. И я полезла немножко с такой стороны, где были колонки, как будто бы. И я все-таки нашла эту черкесскую крепость на самом верхушке вот этих скал. То есть, вы знаете, я почувствовала энергетику, какую-то трагедию, которая там была. И даже более того, я нашла ступень, и вот эти люди, например, с небески, вот все вот в них уросло. Мне просили себя зависать, но в районе облаков, там, где учебные, вот выяснили, что находят на детиках человечества всего, да? Вдруг резко лечу вверх. Я залетаю в какой-то офис, вот залетаю, и вдруг я с ужасом, представляете, с ужасом именно понимаю, что просто меня никто не видит, ходят офисные работники, я так понимаю. Я, значит, работаю, как будто судьба меня не видит. И чтобы подтвердить это, для меня как-то не живое слое существо, это непонятно. Я пройдя напротив, я говорю, потому что она меня сто процентов не видит, просто мне не видит, я проходила как бы сход. Запомни это, запомни напротив ситуации. Все, я проснулась, у меня был такой свет в душе, что все все нормально. Я, повторяюсь, стала сказать, что же знали от вернувшегося с Афганистана в родной город Сочи, то есть он так родился, вырос, где похоронена его мать, горячая любимая мама. То есть, и у него есть девочка, которая вспоминает, это самое светлое, что было в жизни, то есть это рассказ о первой любви, о надежде, о мире. И он встречает, совершенно случайно встречает. Вот. Мне, думаю, у всех будет возможность прочитать. То есть, и на самом деле, если это не может быть. Алис, ну, это написано на основе реальных событий, то есть я вообще каждый год нас мама, так сказать, выводила отдыхать в жены в разных местах. И я ее очень благодарна за это. То есть, мы уже отдыхали в Псковске, Новгородской области, в Мурманске, где мы только не были. То есть, вот. И одно из таких воспоминаний – Душинское озеро. Это совершенно потрясающе вместо этого. Это голубое озеро, совершенно другие ракушки. То есть, ощущение какого-то русалочи, какого-то, я не знаю, вот. Просто долина такой какой-то, край чудесного, где водится, лешит, вроде как взять, отраит в земле. Это рассказ о мысленных ценностях. Это сложный рассказ, действительно, о понимании этих ценностей, обращении. То есть, в результате, которое свое восприятие мира дает, то есть, свое какое-то, вот, нестандартное, вот, все художественное. Но это были не совсем верные слова, товарищи, что там вознишь, и окружение, что это моя автобиография, что это я, детдомовская девочка, как, почему-то, часто случается своими рассказами, и мне это очень приятно. Сейчас мне цитратор, может быть, я сейчас работаю для себя крышей, но я не знаю. Не раз, допустим, здесь у нас каверина, но это тишина. А спустя это время, как-то, причудно, и что-то часто бывает. У меня, естественно, моя сестра попала в детдом, там, в детдом, и так далее. И спасли к себе. Ариния, падшая с ним нахожусь. Это не сон и не бред, просто вдруг радости нет. Засеребрится трава, и испарятся слова. Полночь рисует пейзаж, я исчезаю в мираж. Сказка была не про нас, дым и фонарь был пугас. Вечное таинство рук, в розовом свете хирург. Вздох и фиалкой взгляд, в тысячу жизней назарил пустоту. Женщину любишь не ту. Тайна в мерцании озер, сердце, далекий костер. Тронешь изящную кисть, губы прошепчут, вернись. Не удержусь, упаду и переплавлю следу. Глаз, что горели огнем. Вновь с татуэткой застынула падшая с неба. Маски-маски, черные тени, искаженные мимо дворов. Из нее выводят подземным туннелем души с финцов. Застыли лица, струица белом пропыленный серый слот. И кто-то сверху чистейшим артом так нежно и чисто поет. И распахнулись окна на левском и улыбнулись сердца. Маленький ангел с личиком детским просто искал отца. Сердце ожили, марионетки кровью наполнились вновь. И разукрасила радуга цветом сумрачный город любовь.